Новый бесплатный показ за этой попыткой реанимировать зрительский интерес к продукции, некогда гремевшей в черно-белом и цветном эквивалентах на экранах советских кинотеатров со своей системой звезд и обильным жанровым разнообразием, где соседствовали криминальные детективы и исторические костюмные мелодрамы экшен. Мы работаем над тем, чтобы венгерское кино все-таки осталось. Мы очень активно работаем. В последние годы, причем и на международном уровне, очень хорошо себя венгерское кино показывает. Мы Оскары завоевали в прошлые годы. Теперь фильмы, о которых зрители наших дней узнают лишь по фестивальным программам, показываются где угодно, но не в долбированных плексах, обретают лишь особый круг посвященных. В качестве примера можно привести Францию, раздираемые конфликтами, поединками, великая культурная площадка, кажется, без труда наладила экспорт своей продукции и ее популяризацию. Понятно, что же является важным из всех искусств, как сказал один российский гражданин в смутное время истории. В Венгрии в последние годы очень, именно с точки зрения правительства в том числе, выделяется огромное внимание для того, чтобы снимали хорошие, качественные венгерские фильмы. Это, конечно, и в финансовом плане поддерживается, и в авторском плане поддерживается также. Дмитрий Пиаваров, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.